Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом коротком видео я показываю и рассказываю о пяти сортах и гибридах перца, которые, на мой взгляд, достойны того, чтобы вы о них узнали. Первый сорт перца, о котором я хотела бы рассказать, это сорт селекции фирмы Aelita, называется черная лакомка. Относится к категории крупноплодных, толстостенных сортов перца. Чем же отличается этот перец конкретно в условиях выращивания в моей теплице? В первую очередь он устойчив к перепаду температур, сравнительно немного было сброса завязей и, соответственно, показывает перец стабильную урожайность. Вторая особенность, которая отличила его из большого количества перца, это меняющаяся окраска плодов. Поскольку говорящие название черная лакомка, то, соответственно, цвет у перца насыщенный ближе к черному, темно-фиолетовый, синим отливом, но по мере приближения к биологическому созреванию, меняется в сторону более насыщенного темно-вишневого цвета. Второй перец, о котором я хотела бы вам сказать, это гибрид селекции Любови Мязиной, называется куб красный. В моем случае получились больше не кубические плоды у перца, а более такие похожие, на мой взгляд, на цветочки. Перец действительно хорошо завязывается, кусты компактные, кусты невысокие, то есть подойдет наверняка данный гибрид для выращивания в открытом грунте. Окраска плодов соответствует названию, красные и плоды относятся к категории толстостенных. Поэтому перец будет идеален как для консервации, так и для замораживания. Следующий перец, о котором я хотела бы сказать, это гибрид голландской селекции, который носит название Gemini. О нем я упоминала в более ранних видео, но по мере того, как плод вызрел в фазу биологической спелости, конечно же, обязательно необходимо вам его показать. Сами видите, что данный перец сформирует достаточно крупноплодные плоды, увесистые, порядка 300 грамм сформирован плод перца, толстостенный, порядка 8 миллиметров заявлено производителем толщины стенки данного перца. Что касается перца Gemini, в моей теплице это кустарники средней величины, достаточно неприхотливые в уходе. В переводе с английского языка Gemini означает близнецы. Это наверняка связано с тем, что плоды у гибрида Gemini выровненные, и, как вы видите, достаточно привлекательные и товарные. Четвертый перец, о котором хотелось бы вам рассказать и показать, это паприка сицилийская пикантная. Этот перец относится к категории приправочных перцев, которые хорошо будут являться дополнительным вкусом в любых блюдах. Поразило меня то, что кусты этого перца не поражались практически слизнями, в отличие от других кустов болгарских перцев, присутствующих в моей теплице. Паприка сицилийская характеризуется вытянутыми конусовидными плодами, очень радует разновразие окрасок по мере созревания. От зеленой через такую сравнительно побуревшую она превращается в красную. Диаметр перчиков небольшой, порядка 1-1,5 см. Поэтому я считаю, что данный перец идеальный кандидат для сушки. И напоследок я хотела бы вам показать перец из категории коллекционных. Называется он Creola Decacina, что в переводе означает «криольская кухня». Сорт достаточно известен уже с 1988 года, то есть достаточно не новый среди коллекционеров. Является семейной реликвией из Никарагуа. Конкретно в моей теплице перец радует и хорошим ростом, и хорошим созреванием, и равномерным наливанием плодов. Перец не сбрасывает большое количество завязей. Конечно же, очень изумляет форма и окраска плодов. Необычная, достаточно сморщенная форма напоминает самый острый хабанеро. Но перец сладкий, у него тонкие стенки, и он идеален для салатов. Перец продуктивный, поэтому если вы еще не начали коллекционировать различные сорта перцев, обратите внимание в первую очередь, и обязательно обзаведитесь таким сортом, как Creola Decacina. На этом я с вами прощаюсь. Очень надеюсь на высокие урожаи перцев и других овощей у вас на огородах и в теплицах. Всего вам хорошего, до новых встреч на канале Просветок. Не забывайте про подписки и лайки.